И мы продолжаем проходить игру Dream of Era. Чтобы получить очередную концовку, нужно собрать все звезды. Одна из которых находится здесь, помеченная крестиком. Ты немного держима деталями, не так ли? Нет, вовсе нет. Но вообще да, этот крестик не так-то просто заметить. Теперь пойдем за следующей звездой, которая находится на втором этаже. Если в зеркало посмотрит Миндарь, то он увидит только красавца-парня. Но если переключить вид на Polaris, посмотреть в зеркало, то что видим? Звездочка. Ощущение, что она позирует фотографу или художнику. Вообще, что-то она какая-то грустная. Ну, спишь ты. Это не значит, что ты во сне должен быть сонный ходить, правильно? Так, я, по-моему, что-то забыл. Вот интересно, переключаешь деревья, в людей не превращаются и так далее, ничего не происходит. Ну, то есть комната и для Polaris, и для Миндаря одинаково выглядит. Присядем на диванчик, отдохнем, пожалуй. Слишком долго мы шли. Поговорим немного. Как долго во сне? Почти два года, наверное. Это долго. Ха, я там, наверное, уже превратился в овощ. Почему не вернуться? Почему нет? Если честно, я в себе не уверен. Наверное, я боюсь, я... У меня не будет шанса собрать вещи, которые я потерял, если я проснусь. Вещи, которые я потерял. Я могу быть не способен увидеть звездное небо, такое, как здесь снова. Кто-то в реальности. Просто обычный парень, который хочет спать. Теперь переключимся на него и проведем интервью с другой стороны. Сколько тебе лет? Десять. Ты слишком безразличная для десятилетней. Я не знаю, как дети должны вести себя в таких ситуациях. Дело в том, что дети не думают о том, как они должны себя вести. Почему так не терпится уйти? Я не знаю. Мама сказала мне, что сны это очень плохо, что у них нет смысла. Ясно. Но теперь, я думаю, у меня появились другие мысли. Какие твои мечты и планы на будущее? Моя мама хочет, чтобы я была доктором. Хотя мне не очень интересно. Мечты? Что это такое? Ну, это вещи, которые ты хочешь сделать больше всего, даже когда ты спишь. У меня никогда этого не было. Все, вроде спросил. Теперь опять переключаемся на девочку. Простите, мистер, я соврала вам раньше. Насчет чего? У меня были сны раньше. Это было очень давно. Я рассказала моей маме, и она отвела меня в больницу. Поэтому теперь я не могу ничего вспомнить. Промыли мозги. Возможно, мои сны исчезли в это время. Эти пасны и мечты вы поняли. Не беспокойся. Сны, они всегда будут. Даже если ты их не ощущаешь. Я изо всех сил постараюсь запомнить. Ну, в любом случае. У тебя же есть ножницы, верно? Я могу сделать звезду одним движением. Такое дело в детском саду. Серьезно? Все равно, спасибо. Но вы знаете, сны не могут осознать сами себя. Поэтому я должна проснуться. Что? Точно ты права. Поэтому не нужно дальше спать, пожалуйста. Вот, теперь у нас есть все звезды. И мы можем пойти. Ты забыла кое-что очень важное, Поларис. Не уходи. Пожалуйста, вспомни это быстрее. Что это? Призрак? Наконец-то темные силы. Кто это был? Что случилось? Ничего. А, призрачная рука. Пойдем со мной. Я не знаю, кто схватил меня за руку. Я, наверное, провалилась. И ничего не видела. Что это? Шприц. Это больно. Это так больно. Что происходит? Только маны чертовы. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не забирайте мои сны. А, это в госпитале и промывание мозгов делали. Ясно теперь. Веселое местечко. Где я? Я не могу пройти. Черепочки. Весельник. Дверь какая-то вкопанная. Статуя смерти. Это то же самое место. Да, я это тоже заметил. Глаз. О, висельник залопался. Похоже, они пялятся на что-то. Я не знаю, чья это могила. Похоже, что-то изменилось. Но изменилось, и у них глазенки в красном загорелись. Это уже похоже на какой-то праздник. На Хэллоуин. Мне нужно уйти как можно скорее. Глаза, глаза. О, на нём глаз появился. Большой брат следит за нами, как вы говорите. Я здесь уже столько времени. Вы только сейчас решили мне ручки помахать, да? Но пока, ребята, мне здесь делать нечего. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как страшно. Я не могу пройти. Что там, что там? Кто там? Глаз? Не, не ходи сюда. Это так холодно. Я так беспомощен. И одинок. Кто это говорит? Поларис? Миндаль кто? Не бойся, Поларис. У тебя был кошмар. Ничего тебе не угрожает. Кто это? О, воробушек. Он ушёл. Это ласточка? Как может он здесь быть? Ты спас меня? Неважно, о чём я только думаю. Как может ласточка разговаривать? Ты голодный? Хочешь это? Нет? Всё нормально. Пойдём со мной, если хочешь. О, нас птицы теперь. Класс. Но что делать всё равно пока непонятно. Туда нельзя. Неплохо было бы записаться в этом месте. Голубые языки пламени. Они выглядят как блуждающие огоньки. Неожиданный холод исчезает. Пальцы тычут куда-то. Лунатик. Он выглядит печально. Лунатик. А, это... Миндаль себя так называл. Записки. После того, как она ушла, они узнали об этом. У тебя психические проблемы, сказали они мне. Это ещё что? Больничная кровать в белой простыне. Это для твоего же блага, Миндаль. Как все говорили мне. Отпустите меня. Отпустите меня. Колёса какие-то. Это воспоминание мистера. Какой-то горявый ящик. Они хотели уничтожить мои сны. Прекратите. Их глаза остановились на мне. Их взгляды преследовали меня повсюду. Как куча слезняков ползали по мне. Нет, пожалуйста, не надо. Почему ты ничего не говоришь, что это коричневая ширма, например? Это так больно. Я хочу умереть. Точно, я спятил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, дайте мне сделать что-нибудь больше. Что-нибудь намного безумнее. Аркоманский шприц. О, я заберу тебя отсюда. И я сказал да. Настало время. Дай мне опуститься. В пропасть сновидений. Почему там могила была? Он че умер? Прямо в литургическом сне. Прошлое ко мне вернулось. Она ждала слишком долго, поэтому сегодня я собираюсь. Но я должен найти сперва Поларис. А где искать? Она провалилась куда-то. Ты че, не видел что ли? О, это Сайлон Сил передает привет. Хм. Поларис. Че остановился? О-о-о. Вот ты где. Пойдем, не стой там. Че-то с ней не то. Поларис? Что за пацан? Говори, где Поларис. Вам нравится моя история? О, ты кто? Стивен Кинг? Прекращай это. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я долго ждала, мой дорогой мальчик. Ты пытаешься сбежать? Ты долго ждала? Почему бы тебе еще ненадолго меня не отпустить? Пожалуйста, подожди, пока не найду ту девочку. Мне плевать на ребенка. Я не отпущу тебя. Пойдем со мной. Не пытайся остановить меня. Меня не остановишь даже ты. Теперь я понимаю, это кошмар мистера. Мне нужно уйти отсюда и найти его. Несмотря на то, что он решил остаться здесь навсегда. Это штука опять. Лава, воробушка, давай. Кыш. Он ушел. Спасибо. Не знаю, что бы делал без тебя. Вон там сзади, кстати, тоже птицы какие-то летают. Черный колодец. Я боюсь, что там может вылезти оттуда. Да это не похоже на кошмар-то, на декорации какие-то похожи. Черный колодец. И ссохшее дерево с веревками на нем. Какая очень депрессивная сцена. Хороший подарок написано. Тут вообще ничего сделать нельзя. Мы опять вернулись. Похоже, отсюда нет выхода. Что же мне делать? Ух ты. Ты хочешь собрать меня и улететь? Думаю, я уже ощущал это раньше. Звук хлопающих крыльев был повсюду вокруг меня. Мягкий, как колыбель. Очень теплый и успокаивающий. Кто-то назвал мое имя и сказал, не бойся. Что это было? Воспоминания так туманно. Кто это был? Я знаю имя, оно вертится на кончике языка, но... Просто не могу вспомнить его. Кто это был? Что? Я даже не сказала пока. Птичка, куда же ты ушла? Он вернулся. А вот ты ходил за моим беретом. Спасибо. Но кто ты? Это птица в маске. Че не видишь? Ты выглядишь знакомым. Я знаю тебя. Неважно, ты не сможешь говорить со мной, даже если я все внезапно вспомню. Прости, ничего ко мне не пришло. Видимо, в голову. Что не так? Ты расстроился. А не может быть, подожди. Не исчезай. Прости, Поларис, время сказать прощай. Кто-то говорит печально. Какая-то белая фигура. Я должна сделать что-то дома и быстро? Кто это? Очень дорогой друг из прошлого. Забытое имя, утеряное воспоминание. Кто он? Нет, я не могу. Ничего не приходит на ум. Прости. Я не могу вспомнить даже в конце. Такое чувство, что я потерял что-то важное для меня. Ну да ладно, нужно искать мистера. Вообще странно, всю игру не было никаких ласточек, а что-то во второй половине появился очень важный друг. К тому же, он что, не мог сам имя подсказать, что ли? Снял бы маску свою. О, там глаз на картине. У тебя нет пути к отступлению. Время пришло, ты всегда должен держать свое слово, независимо от того, готов ты к этому или нет. Я никогда тебе ничего не обещал. А за что отвечать тогда? Но ты всегда хотел этого в глубине своего сердца. Ты хотел остаться во сне навсегда. Разве не так? Ага, мечты сбываются. Но не тогда, когда надо. Ты знал, что пути назад не будет давным-давно. Ты отчетливо это понимал. Так почему ты еще сопротивляешься? Пожалуйста. На Марселин похоже. Что тянешь ты ручонки, паночка? Чуть за бабу вообще чону привязался. Просто подойди, встань на мою сторону. И ничего больше не сможет тебе навредить. В блондинку превратилась. Больше мы не расстанемся. Не принимая ее формы, я знаю это обман. Хватит. Я не обманываю тебя, мой дорогой мальчик. Который мир является настоящим кошмаром. Я думаю, ты всегда знал ответ. Видишь, маленький друг, которого ты искал. Цело невредим. Можешь теперь пойти со мной? Вот привязалась-то. Пойдем, да пойдем. Ну сходи одна. Слава богу, ты в порядке. Я могу больше не волноваться. Ты отошла тут по кладбищу погулять, я тоже подцепил кого-то. Ты должна знать выход отсюда. Иди. Но, мистер, вы не пойдете со мной? Я уже все знаю. Ясно. Ты уже знаешь. Я трус. Да, это правда. Я скрываюсь в этом сне, избегая реальности. Я отрицаю внешний мир и продолжаю спать. Просто спать. У меня даже нет мужества открыть глаза. Поэтому забудь обо мне. Ты должна идти. Нет, это не так. Пожалуйста, не теряйте надежду. Надежда. Эта девочка говорит. О надежде с тобой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Она уже не вернется ко мне. Че ж с тобой такое случилось? Смерть во сне это мой окончательный выбор. Я знаю, и бесполезен. Ну вот и все. Пойдем со мной. Я думаю, у меня был сон. А? Уже поздно. Забудь. Мама обещала взять меня немного повеселиться. Мне лучше поторопиться и вставать. О, действительно. Эй, это бабочка. Я знаю, я не убегу. В любом случае, у меня был сон прошлой ночью. Это было весело. Я был очень счастлив. И, конечно, теперь я хорошо провожу время. Сегодня такая хорошая погода. И этот счастлив в своих иллюзиях, наверное. Какая хорошая погода. Не закрывайся внутри, ты всегда так занят своей писаниной. Ты заслуживаешь хорошую прогулку. Кстати, о прогулке. Кстати, о прогулке. Не погуляй ли нам по парку? Эти цветы цветут. Но это все обман. Матрица. Что скажешь? Это конец. Так хорошо. Ни у кого сон не забрали, никто сон не потерял. Так приятно быть счастливо обманутым. И еще. Извиняюсь, что впутал тебя. Возможно, это единственный способ, которым я могу заставить вас решать самим. Вообще сложная фраза. Не знаю, правильно перевел или нет. А теперь, пожалуйста, дайте мне спать. Дайте мне продолжить следить сны. Пока мое дыхание не остановится. Чей сон это был? Тебе нравится? Это мой подарок тебе. Написано. Еле заметно. Да, не весело. И непонятно. Продолжим. Чтобы получить нормальную концовку, нужно несколько вещей осмотреть. Я сейчас буду осмотреть все подряд. То, что в прошлый раз не осмотрел. Вот, например, свечка. Почему бы создание из кошмара... Хе-хе, хочешь поиграть? Это просто комнатное растение. Это было очень давно. Когда она была все еще жива. Почему ты бросил писать? Но мне всегда нравится твоя история. Правда? Я думаю, ты ничего не можешь делать. Однако, я думаю, счастье когда-то может делать вещи, которые тебе приносят удовольствие. Хе-хе. Болеет, типа, помрет скоро. А, все нормально, я в порядке, не беспокойся. Хотел бы я сказать ей тогда непонятные воспоминания. Какая-то больная девочка. Какие-то истории. Рассказы. То есть, большой глаз на картине. С которым мы уже встречались лично. О, а для нее картина по-другому выглядит. Здесь звездное небо. Это очень красиво. Тебе нравится картина? Да, но это другая картина. Да. Это хорошо. Или картина хороша. Что-то типа того. На столе лежит книга. Очень потрепанная тетрадь с твердой красной обложкой. Почитать? Конечно. История робота. Однажды очень талантливый ученый жил в лесу один. Он был очень одинок. Я должен что-то изменить. Подумал ученый. И приступил к делу. Третья страница, кстати. Где вторая? Ученый заменил ноги робота. Но был недоволен. Этого было мало. Чего-то не хватало. Ученый потерял обе руки. Но все еще чувствовал, что не достиг желаемого. Часть тела ученого, остававшихся от человека, становилась все меньше и меньше. Он становился больше и больше, как робота. В конце концов, даже свое сердце он вытащил. Оно такое холодное, такое холодное. Вздыхал ученый. Не находя счастья. Холод машины ослабил его, и он вскоре умер. Веселая история. Это история об ученом, отдавшем свои человеческие органы и превратившимся в робота. Думаю, несколько страниц были потеряны. Да, каждая вторая. Я все равно не поклонница таких рассказов. А для фундука рассказ не изменится. Журнал «Ствердая обложка», который выглядит очень знакомым. На обложке царапин. Почитать, не почитать. А если текст не изменился, время только зря терять. Перематывать все это. Ну, посмотрим. История робота. Ученый сделал робота. Он любил его, как будто это был его собственный ребенок. Кстати, вторая страница. «Я хочу быть человеком», сказал робот. У ученого было такое же желание, поэтому он отрезал себе ноги и приделал их роботам. Да, эта история веселее. «Я хочу быть больше похож на человека», сказал робот снова. Поэтому ученый отдал свои руки своему любимому роботу. «Мало, этого мало». Робот смотрел на него своими синими электрическими глазами, поэтому он отдал ему свои карии. Глаза, видимо. «Если бы у меня была теплота и сердце, которое бьется, мог бы я стать настоящим человеком?» Услышав эти слова, ученый решил, у тебя будет мое сердце. Робот получил сердце, теперь он мог чувствовать пиение пульса и тепло крови, хлынувшее в тело. «Это так чудесно, я наконец стал человеком, однако никто не ответил ему в пустой комнате». Это рассказ о роботе, который хотел стать человеком, но закончил в одиночестве. Некоторые страницы были вырваны. Этот рассказ. Конец был не такой. А здесь куча других рассказов, видимо, которые он написал. В зеркало мы уже смотрелись. Вот птичка, что-то с птичкой связано, наверное. Она выглядит так реально. Ласточка, я думаю, я забыла что-то. Давай еще поиграем в следующий раз. Обещаю. Кто это был? Я не могу вспомнить ничего. Очень знакомый снежный шар. У меня был один от мамы давно. Но несколько дней назад я случайно его сломал. Что это было? Я думаю, что должно быть очень тяжело жить в снежном шаре. Да, наверное, непросто. Много рисунков мелками. Мой лучший друг. Моя ракета, я и... Иитар какой-то. Иитар? Иитар. Едок, что ли? Рисунки мелками и сломанная грушечная ракета. Теперь пианино. Что это за жизнь без пианино? Так ты можешь играть на пианино? Мерсай, мерсай, маленькая звездочка. Это единственная песня, которую я могу сыграть. Попробуй. Вот так. Я... вместе? Ладно. Были кое-какие забавные видения. Наверное, это твои воспоминания. Вещи, которые ты забыл, а могут неожиданно появиться здесь. Радио. Радио. Комод не открывается. Больше тут, наверное, ничего нет. Звука нет, я думаю, он сломан. Собственно, все. Этого достаточно. Дальше. Следует уже знакомая сцена экскурсии по кладбищу. И мы снова встречаемся с воробушком. Ну, то есть с ласточкой. И тут появляются новые варианты. Развитие событий. Прости, Поларис. Время сказать гудбай. Говорит кто-то печально. Я... я должна сделать что-то. Думай быстрее. Кто это? Очень дорогой друг из прошлого. Забытое имя. Уделенное воспоминание. Кто он? Вот он. Это этот. Итар. Где-то я не могу найти. А, вон она. Итар же, правильно? Итар. Че за Итар? Тоже фиг пойми. Итар. Я не врал тебе. Назови мое имя, и я приду. Так долго, пока ты будешь помнить меня. Позови меня, в ночи приду. Я обещаю. Я уверен, мы увидимся снова. Это все мои вины. Я забыл о тебе. Прости, прости. Перо какое-то грязное. Эй, что ты там делаешь с пером? Че-то оно потемнело в лице. Прошлый раз вроде такого не было, я че-то не помню. Я не могу позволить моему сердцу так быстро утонуть. И, наконец-то, я должен найти его. Собственно, дальше осталась сцена, которую мы уже видели. Которую я перемотаю при помощи средств, данных мне редактором. Ну, вы помните весь этот диалог. Типа, пойдем со мной. Я пришла исполнить твое желание. Он говорит, я ничего особо не желал. Никуда не пойду. Че-то сопротивляешься. Девчонку я еще не нашел. А вот она. С ней все в порядке, все нормально. Я ухожу, я бесполезен и так далее. Но благодаря перышку, которую мы нашли, которая от нашего друга осталась, концовка меняется. Я не знаю, почему я проснулся внезапно. Но ступил день на небо серое, без солнца. Я думаю, у меня был душераздирающий сон. Это было очень печально, как будто я все время тонула. Опускалась вниз и тонула, как будто бы я не могла никогда проснуться. Потом кто-то взял мою руку. Не бойся. Это единственные слова, которые остались от него. Кто это был? Опять кто это был? Ничего не помню. Мне осталось вот это в руке. Сомнобулизм означает, что спящий человек ходит в реальной жизни, пока спит. Сновидцы означают определение, когда они путешествуют во снах в полном осознании. В этом мире они не спят, но без цели. Просто живут, потому что они живы. Нет ни сновидений, ни снов. Еще некоторые видели надежды, желания и вещи, которые они продолжали, пока спали. На тот раз, как эта фраза. Какой мир правильное место для того, чтобы остаться. Я вспомнила все во сне. Людей, которых видела, и вещи, которые происходили. Понемногу я поняла, почему он закрыл себя во сне. После того, как я выросла, иногда я все еще думаю об этом. Возможно, не было бы так много проблем, если бы я могла спать без пробуждения, верно? Ну, я должен вставать. Мне нужно встать лицом к лицу с реальным миром. Мне нужно забыть, пойти на компромисс, принять. Потому что такова реальность. Настоящий конец. Дримферра. И, кстати, титры, тоже в зависимости от концовки, как выяснилось, меняются. Но я не стал записывать все эти титры. Это было как-то через чур, по-моему. Вообще, по сути, во второй части игры, получается, главным героем стал вдруг этот... Алмад. Миндаль. Потому что пора Паларис мы так ничего особо не узнали, как того, что он живет в мире, где запрещено сменить сны. Но еще у них какой-то друг был непонятный, воображаемый или как. Ласточка какая-то. И да, ребята, не расходитесь там. Можете титры промодать, если неинтересно, потому что... Потом еще будет бонусная комната. Которая, в принципе, была уже открыта после нормальной концовки. Спокойной ночи желают нам авторы, ну а мы... Отправляемся в бонусную комнату. Вступительный экран изменился. Паларис. Вообще-то осталось довольно мало спрайтов, которые остались неиспользованными. Какой глупый автор. Это, видимо, Итер. Простите, вы сказали острая часть моей маски морского топорантии. Но я сниму ее тогда. Блин, а зачем тебе маска, тебя и так никто не знает. Я снял ее. Хотите увидеть небольшой эпизод? Я умер, потому что... Хладнокровный разработчик, так сказал. Я был создан воображением Паларис. Но я говорю, воображаемый друг. Поэтому я не могу жить, если она забоет меня. Я даже не знаю, почему у меня есть спрайты. Все равно их не использовали. Пойдем дальше. Призрачная свеча. Меня показывают в игре тоже. Четый день я не помню. Но только ругающимся с птицей. Я надеялся хорошо провести время. Не знаю, не помню тебя, ни птицу, ни ругательств никаких. Мне нравятся теплые вещи. Автор никогда не называл мое имя, поэтому я так и называлась внутри вопроса. Безымянным. Я умерла даже раньше, чем появилась в игре. О! Кошмар. Это как будто я финальный босс. Ее было создано воображением Миндаля. Чтобы выполнить его желание. Поэтому маленькая девочка не может меня видеть. Отчего она в конце его спасала тогда. Мое изображение имеет только одно направление. Автор был очень ленивый. Мои волосы были синие в первоначальной аренде. Было похоже, как будто я заморожен. Что за дурецкая идея? Я вот оказался нервный шар. Надеюсь, здесь не будет больше землетрясений. Вообще-то, на пламени свечи едва ли можно поджарить яйцо. Я не была испугана. Пчелка. Сад, сад, сад. Изначально я была мотыльком. Но автор, похоже, больше любит пчел, чем мотыльков. И вот я пчелок. Несмотря на то, что я не умру, если я отделю какую-то часть своего тела, я предпочитаю оставаться целой. Удачно это не мой палец, который горит. Что? Или я стану свечой с обгоревшим пальцем. Или обгоревшим свечой. Ла-ла-ла, мое пение чудесно. Несмотря на то, что ни один человек не слушает. Отсутствие слушающих значит, что твое пение не так уж прекрасно, глупышка. Опять Поларис? Где я? Почему опять перенеслось в странное место? Первоначальное название игры было Поларис. Оно изменялось позже в течение разработки. Потереть воспоминания после промывки мозгов? Что за сюжет? Да уж. Автор ненавидит меня. Моя характер был взят из маленькой старой игры разработчика, но это темное прошлое, которое она бы хотела забыть. Такое же темное, как у тебя. Но эта история не позволяет сделать этого. Покойная жена, ужасное детство, депрессия и потом закрытие в психушке. Что это был за тип личной истории? И меня назвали Мистер. Я становлюсь старым. Можно ли быть более жалким? Что за х... Ну да, по сути, он главный герой здесь. Я разработчик, который делал программирование более или менее. Еще я делал интерфейсы и... Разные работы. Это первый раз, когда полная игра имеет мое имя. У меня было много незаконченных проектов. И ни один из них не весил более 300 мегабайтов. Вы видели разработчика, который тоже висит на стене? С левой стороны она невероятна. Когда я закончил все финалы, она нарисовала более 80 сцен и почти все карты. Ну да, рисунки отличные. И еще она работала невероятно быстро. Я почти всегда просил ее замедлиться и подождать меня. Она бы могла сделать игру за два месяца. И только из-за моей прокрастинации этого не произошло. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Я знаю, что хорошо выгляжу. Шутка. Я пользуюсь балансированной диетой из говядины и бананов. И ореховое молоко. Хорошо для мозга. Что еще за ореховое молоко? Было две экстремально тяжелые фазы, когда я закончил два интерфейса за день. И когда я выстраивал звуковой интерфейс, пока редактировал свои картинок. Особенно часть со звуком, которая была сделана без использования скриптов. И она молодец, ты молодец. Но слишком молотливый. Это почти убило меня. Шутка. Не делая это, я был слишком ленив. Но несмотря на это все, мое изображение на этой стене. А точно я получил бюст. Я был так счастлив, что почти упал в обморок в летнюю жажу. Через обеюст изображения в игре. Подожди, что же я говорю? Где мой образ? Холодного индивидуалиста? Какой-то болтливый, самовлюбленный парень. Верно, я автор. Спасибо моему другу за то, что игра была полностью сделана. Эти потрясающие интерфейсы были сделаны ей. Так это она, я думал, да парень. И еще много поразительных деталей. Я многому научился. Я так благодарна. Будучи простым художником, единственная вещь, которая делала это рисование. Вообще-то, я думаю, что сюжет ближе к концу не очень удовлетворительный. В сравнении с маленькими проектами, которые я делала, эта игра отняла определенное время. По большей части создание материалов, как рисунки, спрайты, кнопки. Все рисунки были сделаны специально для игры. Было сделано почти 300 рисунков, включая много непринятых. Ну, то есть, неиспользованных в игре. Блин, 300 рисунков, ну это, наверное, не так уж и много. Вообще-то, я создавал этот мир, когда была в средней школе. И персонажи были придуманы задолго до создания игры. Я начал работать над ней, когда вступительные экзамены в колледж были окончены. Вот, если у вас есть счастливая концовка, скорее смотрите дополнительный контент. И нажимайте «Пройти игру» в блоге, когда вы соберете все концовки. Здесь пароль, никому не говорите, он конфиденциальный. Эээ, ладно, не скажу. Вот, здесь есть еще какие-то короткие эпизоды. Интересно, это старая повторяется. Так, воспоминания Паларис. Это было давно, у меня был друг. Однажды у меня был ужасный кошмар. Там так много жуков, они страшные. Где я? Почему эти жуки исчезли? Не плачь, я прогнал их. Я заберу тебя отсюда. Я не знаю кто ты, я не могу идти с чужаком. Можешь звать меня Итер. Типа познакомились. Итер? Однажды была маленькая ласточка, которая жила под моим балконом. И я назвала ее Итер. Его съел кот. Можешь считать, что я ласточка. Я жил, поэтому, пожалуйста, не печалься из-за этого больше. Как ты мог жить, если ты был мертвый? Как ты мог жить, если ты был жив? Потому что я в твоем сне. Все что угодно может произойти. Правда? Я тебя не обману. Хорошо. Я верю тогда тебе. Пойдем отсюда. Мы летим. Это чудесно. Ко мне в гнездо. Я так счастлива. Этим способом продолжай, и ты можешь проснуться. Проснуться? Что такое? Никого дома нет, кроме меня. Там пусто. Если я проснусь, я буду снова в одиночестве. Хорошо. Поиграем во сне до утра. Да? Ты поиграешь со мной? Конечно. Я никогда не была так счастлива раньше. Какое скучное место, поиграть не с кем. Разноцветные сны, увлекательные иллюзии. И... Компаньон. Уже почти рассвет. Это пианино. Итер-итер. Можно. Но... Ты бы хотел поиграть. Я знаю, как играть. Твинкл, Твинкл, Литтл Стар. Хочешь попробовать гитар? Я не знаю, как. Да ладно, я научу тебя, как играть песню «Маленькая звездочка». Похоже, что у меня нет выбора. Паларис, ты же любишь звезды. Да, я хочу путешествовать по вселенной на моей маленькой ракете и увидеть много-много звезд. Ракета? Это как я нарисую тебе. Ясно. Пойдем. Становится поздно, мы должны уходить. Можно поспать еще немножко. Мои способности позволяют мне только построить это. Она может быть не очень хороша. Но я уверен, что она может полететь. Теперь забирайся и леди домой. Я сейчас задумался, 9 мая про нас и ста с крыльями записываю видео. О, это замечательно. Ну и ты, разве ты не пойдешь со мной? Подожди, ты фундукаться с собой тоже звал? Нет, не пойду. Почему? Я же не смогу увидеть тебя снова, если проснусь, верно? Может, ты увидишь, кто знает. Заснешь опять. Мы уже подружились. Пока ты во сне. Пока ты помнишь меня. Назови мое имя, и я приду, как Сивкобурка. Спасибо. Я никогда тебя не забуду. Я начала смотреть вперед во снах. И прекратила чувствовать страх, когда была дома одна. Где мы будем веселиться сегодня ночь? Какой сон ожидает меня сегодня? Я обещаю, мой друг. Я никогда тебя не забуду. Там еще куча этих сценок. Я уже понимаю, что видео сильно долго. Я не планировал вообще такое долгое видео делать. Обещание кошмару. Мальчик часто выглядел грустно. Ну и какой-то медведь с выдранным глазом. Нож в книжке торчит. Но он редко говорил об этом. Потом он вырос и проводил много времени в депрессии. То есть это было задолго до мертвой подруги. Может, это вообще его мать была. Мир начал меняться со временем. Я хотела спасти его. Ох, я... Сколько веселого, ты все грустишь. Оставайся здесь, я сказала ему. Но он ничего не отвечал. Оставайся здесь. Я бы рассказал тебе истории, как раньше. И вывел от тебя из кошмаров. Я могла бы даже построить мир, который бы ты хотел. Оставайся здесь навсегда, пожалуйста. Сколько там осталось еще... Этих... Рассказов, историй... Три штуки. Когда мы увидимся снова. Я познакомился с ней много лет назад. Но она, похоже, забыла меня. Поларис, Поларис. Я называл ее имя, но она не слышала. Она не могла видеть или слышать меня вообще. Она полностью меня забыла. Рука такая тянется. Я знаю тебя. Если не знаешь, я думаю, мне лучше исчезнуть. Прощай, Поларис. Если однажды ты назовешь мое имя, и я не появлюсь... Пожалуйста, не грусти. Просто считай, что я соврал. Прости, я не могу быть охранником твоих снов. Пожалуйста, дай мне защитить тебя в последний раз. Как печально. Так познакомишься с кем-нибудь во сне. Думаешь, приснилось просто? А он переживает. Грусть. Пекарня Змейного Горшка Добро пожаловать. У вас есть медовые пирожные? Или торт? Нет, но я могу их сделать сейчас, если вы можете немного подождать. А можно посмотреть, как вы это делаете? Конечно, можно. Сначала вам потребуется мука, яйца и мед. Потом добавить немного пчел. Простите. А, у меня кончились пчелы. Зачем пчелы? Это же медовый пирог, а не пчелиный пирог. Фантастика. Все-таки одна еще осталась. Я уже догадываюсь. А? Это ты? Иди сюда. Я просто люблю готовить. Вот побольше надо было таких сцен, а то... Итарь, Миндаль, Поларис. По-моему, последний эпизод остался. Смотри-ка, игра короткая, мир живой. Куча персонажей, куча историй. Большое приключение, маленькой свечки. Сестренка, я нашел снежный шар. Давай-ка потрясем его. Почему это снова происходит? Опять землетрясение. О, там снег идет. О, мой бог, это снежный шар кричит. Почему ты снова плачешь? Не будь таким ребенком. Хлопает по плечу. Он от хлопка, что ли, свалился. Мой маленький бро. Это все моя вина. Я не должна была тебя так хлопать. Теперь ты как наша вторая кузина. Не беспокойся. Я найду твою голову. Подожди секунду. Она укатилась туда вниз? Блин, ну нельзя. Так зачем все самое лучшее наконец приберегли? То есть в горе вообще ничего этого не было. Зефирки. Зефирки. Ла-ля-ля-ля-ля. А-а-а-а. Хочешь немного? Зефирки. Нет, не хочу. Брат разлетелся на кусочки, прям как наш третий дядя по линии отца. Какого черта? Блин, этот последний эпизод это что-то. В общем, ребята, если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки там. Не знаю, пишите комментарии. Мы встретимся когда-нибудь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова